МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Особенно любят сказки с картинками. Я люблю больше разные сказки с картинками, потому что там очень интересно. Можно рассмотреть картинки, о чем сказка. Старые добрые школьные библиотеки все те же. Книжные стеллажи, литература в алфавитном порядке. На каждого читателя своя карточка с отметками о прочитанных книгах. Это называется формуляр. На них отражена фамилия ребенка, класс, в котором он учится. И когда ребенок берет ту или иную книгу, мы обязательно записываем, чтобы контролировать расход и приход книжек. Когда они ее приносят, вы ее учебываете? Да, совершенно верно. Таким образом мы следим, чтобы детки, приучаясь к порядку, то есть взяли книжку, сдали книжку. А вот книжный фонд теперь значительно шире. Современные библиотеки выдают не только бумажные учебники, но и электронные пособия. У нас есть художественная литература, специальная литература, учебная литература, журналы, газеты, журналы. У нас обязательно есть подписка. У нас есть электронные носители, видеоряд и DVD-диски. Дополнительные материалы для детей. Также у нас есть... Мы зарегистрированы на сайтах, где детки могут, введя свой логин и пароль, получить искомую книгу. Однако сами школьники и учителя все же больше доверяют бумажной литературе. Говорят, информация в ней достоверней, с более глубокой авторской позиции. Учителя не ограничивают поиск информации, но в основном направляют в библиотеку, так как в интернете не всегда есть нужная информация. Также там могут ее искажать. А в книгах это проверенный источник. Библиотека для меня это как квест. Ты приходишь за чем-то одним и получаешь намного больше информации, чем если бы ты вбил это в интернет. К тому же в интернете не всегда информация может быть достоверная. В интернете больше пишут то, что современное и что кто читал. И у каждого свои взгляды. А в книге, то есть у тебя написано по шаблону, и ты уже знаешь, ты уже можешь свое мнение высказать. Ты не видишь мнения других. То, что современные дети не интересуются книгами – миф, уверяют сотрудники библиотеки. Ни один гаджет не может заменить бумажную страницу носителя настоящего, живого слова. Поэтому школьные библиотеки всегда будут любимым местом духовного отдыха. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.